От Луки 12 Здесь написано в первом стихе, что когда собрались тысячи народа, так что те снили друг друга. То есть его служение было очень-очень популярным. Людей пришли тысячи в тысячи, и все равно, скорот всего, они тот же самый контингент будут кричать «распни, распни» его. То есть тех толпей как-то интересовалось, как-то понравилось то, что он сказал, но очень далеко от духовности. И здесь мы видим суть нашего природы, потому что у нас та же самая человеческая природа, так как у них. Мы сможем, да, как-то согласны даже всего сердца, искренне, да, желать слушать Евангелие, Его Слово. И очень быстро мы потираем, мы потираем наш энтузиазм, искра исчезает довольно быстро. И это то же самое, мы это видим с этими толпами. И даже после его воскресенья, вот опять толпе, толпе, слышали Евангелие от Петра, да, даже крестились. Но скоро всего в большинстве от них и тоже отошли. Это очень трагичная история человечества, потому что у нас какое-то непостоянство в нашем природе. И самое главное — это признаться, что да, у меня есть это непостоянство внутри. Это, к сожалению, часть нашего природы. Поэтому в Евангелии от Иоанна столько раз написано, что нам надо пребивать у Бога, у Христа, у Господа. То понятие «пребивать» — это как-то предлагается, что нам надо найти какое-то постоянство. Понимая, что это, ну, свойство нашей отношения с Ним является самым главным моментом в нашей жизни. Иисус сказал им в первом очереди, в первом стихе, что «берегитесь закваски фарисейской, в которой есть лицемерие». То есть он понял, что лицемерие — это как закваска. То есть когда маленький час есть в обществе, это как-то распространяется. То есть когда у одного человека начинается лицемерие, скоро всего у другого человека. И в конце концов мы все начинаем то же самое лицемерие. И почему он сказал, что это нельзя? Второй стих. «Нет ничего сокровного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо, в русле дома, то будет провозглашено на кровлях». Но это когда? Это не в этом жизни. Мы сможем сплетничать, мы сможем в комнате кое-что сказать кому, и мира вообще об этом никогда не будут знать в этом жизни. Я думаю, что этот третий стих он имел в виду судный день. Как механический процесс судного дня будет, но как Иисус будет как-то проводить судный день с нами, не совсем понятно. Но мы сможем как-то предполагать, что в одном плане это будет открыто, это будет публично перед всем. То есть, то, что мы говорили в Таинстве, один день, допустим, 6 июня, скажем, в 1995 году, скажем так, полтретьего после обеда, будет как-то сказано перед всем. Опять, это сложно немножко представить, как может быть, что у каждого человека, который будет явиться перед судным троном Иисусом, каждый секунд нашего жизни, кажется, по крайней мере, каждый час, каждый слов, как-то он будет с нами как-то говорить об этом, и весь мир будет как-то об этом знать. Это немножко сложно представить, как это может быть. Ну, я думаю, что если судный день будет, в смысле, каждый человек придется отвечать перед Господом за его поведением, за каждое слово, которое он сказал, каждое дело, которое он сделал, каждое намерение, которое у него было. Получается тогда, что значение времени должно как-то изменяться, чтобы как-то успеваем. Если миллиардов людей будут там стоять перед Господом, и он будет на индивидуальном масштабе каждому поговорить, и мы все будем это слышать, но это требуется столько лет, столько времени, что мы будем хочеть, пока мы ждем, и так далее. Я предлагаю тогда, что это может быть в одном миге всякий тот процесс, потому что значение определения времени должен быть тогда по-другому. И если тот понятие, тот функции времени как-то изменяется, если Айнштейн правил на его теории относительность, получается, что если время изменяет, что-то аспект, и то же пространство, и то же. И так, я думаю, что да, буквальным образом, в одном плане. У каждого человека будет такое интервью с Господом, и он будет спросить у нас, ну, почему ты так говорил, зачем ты так подумал и придумал, зачем ты так сделала, вот такое-такое. И мы все будем это слышать, но это будет в нашем понятии времени как один миг, но это не значит, что это не будет, это будет. Поэтому Иисус имел в виду, зачем лицемерить, зачем думать, что я хочу как-то показаться перед другими, и такой-такой человек, вот, я буду так сказать потихонечку к этому человеку, а по-другому к этому человеку, не знайте, что перед всем твой слов будет как-то цитирован, и они будут скоро всего это видеть. Даже в этом жизни ты считаешь, что ты такой умлицей, что ты как-то скривал, вот, и, ну, покрылся, вот, твои дела, твои намерения, хорошо, но в той жизни этого очень мало. В конце концов, в Судном Ден, в Царстве Божьем, все будет открыто. Мы все будем знать все обо всем друг друге. И так Иисус имел в виду, надо жить сегодня, так как мы будем быть вечны, и как мы будем быть перед Судном присутствием Иисусом. Шестой стих. Не пьят ли малых птиц продается за два асария? Надо чуть с математикой эскиз подумать. Если пять за два, получается тогда, что одна асария за два маленьких птиц. Но я думаю, что он имел в виду, что ладно, они стоят одна асария за двоих. Но продавец вообще думал бы, ну ладно, бросаем пятый. Ну, даром. То есть он имел в виду, что таких маленьких птиц очень мало стоит. Очень мало стоит. Но. Но. Ну, на таком стихе, что продавец просто бросил бы, ну, еще одна, вот так. Если ты покупаешь четыре за два асария, ну ладно, я буду пятый или как-то даром отдать. И Иисус сказал, что ни одна из них не забыта у Бога. Есть тему, которую он будет проявить в этом главу. О том, что каждый маленький нюанс на этом планете, до таком степени, сколько у нас есть волос на голову, Бог прекрасно знает. И если он столько знает о том физическом творении, столько он знает о нашей внутренней борде, это самое главное, наверное, то, что мы желаем, что никто не понимает до конца, как я чувствую. Никто до конца не поймут, как я вот страдаю, как это все было в моем жизни и так далее. А Иисус имел в виду, что если Бог до таком степени все обо всем знает в физическом плане, он в этом творении, даже маленький, самый малый птиц, он знает. Прекрасно. Если у него есть такая масса информации и такая масса чувствительности к нам, тем более, тем более он знает все наши внутренние борьбы. И так, это так, что в этом жизни, на этом свете, правильно, у нас никого нету посреди человечества, который умеет даже понять наши чувства, наши истории, наши биографии до самого конца. Но есть Бог на небесах, который на самом деле это все прекрасно знает. И даже мы сами очень много забываем о том, что случилось раньше в нашем жизни. Если даже ты найдешь человека, который готов слышать тебя, ну хорошо, ты не сможешь все обо всем рассказать. Ты что, забыл в одном аспекте, ты как-то преувеличил, в другое ты вообще забыл. А Бог прекрасно знает каждый нюанс в нашей жизни лучше, чем мы сами. Восьмой стих. Я думаю, что это говорится, наверное, опять в сутний день. Потому что Иисус не придет один. Это не просто так, что один день Иисус будет явиться с небеса, вот, обратно сюда на земле. Написано, что Он придет с ангелами. С ангелами. То есть, Он не один придет, Он придет с ангелами. И почему с ангелами? Какой роль они играют? Какой функции у них? Ну, я думаю, что роль такой, что если они смотрели, как наш ангел, который постоянно был с нами, каждую минуту, каждого дня, это как-то, ну, актуально, что наш ангел-хранитель будет как-то явиться на судном день. Поэтому столько ангелов будут с Ним, с Иисусом, когда Он придет на судном день. Итак, написано здесь, что если в этом жизни мы исповедовали Ему пред человеками, если он человеческий исповедует пред ангелами Божьими, то есть в судном день Иисус будет сказать ангелами того, да, Он, Мою, а это нет. На основании того, что поскольку мы как-то смело исповедовали Иисуса пред человеками, тогда Иисус это прекрасно заметил. То есть каждый раз, когда мы сказали людям, я извиняюсь, ребят, я это не буду, я с вами не буду в этом делах. Почему? Почему? Потому что я верующий человек, потому что я христианин. Вот, для Иисуса это такой прелост, на самом деле прелост, что мы так сделали, что мы так исповедовали. И мы, наверное, думаем, что Голланд, он как-то далека от нас, он как-то не обращает внимания, не очень. Он обращает внимания, прекрасно обращает внимание на каждое дело человека. То есть когда у нас есть такие случаи, где придется, когда придется как-то более открыто исповедовать, что да, нет, вы знаете, ребят, я с Господом, я такой, я не буду это делать, я с Господом, тогда у нас есть уникальные, чудесные возможности, тогда вот как-то почти гарантировать наше место в вечности. Во всех как-то жалуем, что я стеснительный человек, хоть человек экстраверт. Но все равно, когда у нас такие случаи есть, мы, наверное, стесняемся и как-то оправдаемся в том, что я человек стеснительный. Все стеснительны. Для Иисуса это очень важно, что мы как-то открыто, более публично показываем нашу веру. Иисус сказал раньше, что мы являемся как город, который открыт на горах. И нельзя, нельзя спратиться, это нельзя как-то покрываться и показать, что да нет, я не верующий. Он тоже сказал, что мы являемся свечкой. И он жажгал каждый человек, верующий человек, чтобы мы сможем свет дальше предлагать людям. А если мы будем спратиться под новым ведром, тогда это так, как мы не являемся светом мире. И наш свет будет гаснуться, наши свечки гаснутся под такое ведро. Десятый стих проблематичный. Кто скажет хуй на Святого Духа, тому не простится. Что это значит? Мы все немножко переживаем. Вдруг я сделал хуй на Святого Духа, потому что тому не простится. Все немножко переживаем. Мы смотрим так, что Бог хочет дать нам спасение. Он в полной готов дать человеку прощение, любые дела. Давид, убийство сделал и так далее, Бог готов ему простить. Иисус простил Петра, когда он отрекся. Это нельзя, что есть какой-то грех, который без никакого прощения. Где Бог будет рисовать линию и сказать, за этого пределах я не буду. А до этого да, а после этого нет. Итак, что значит хуй на Святого Духа? Я думаю, что это только может значить, что хуй на Святого Духа – это когда мы согрешаем и мы не хотим покаяться. Когда человек смело решается, что я буду смело согрешить. Покаяния – нет. Я не буду раскаяться, я не буду покаяться. Я просто буду в моем пути как-то дальше. Я не хочу никакого прощения. Я вот так и буду делать. Иисус имел в виду, что если ты так делаешь, ну, конечно, это очевидно. Это не проститься. Это не может быть, что ты получаешь прощение, когда ты это не хочешь. И так я не думаю, что тот хуй на Святого Духа является какой-то специально грех. Какой-то, ну, грех. Ну, ладно, если ты это делаешь, то ладно, Бог будет тебе простить. А если ты это делаешь, то ты не сможешь припростить, ну, прощение. Да нет, я не думаю. Я думаю, это просто значит, что если человек продолжается грешить сознательно, зная, что это грех, зная, что мне надо покаяться, ну, я не буду, зная, что, да, мне надо попросить у Господа прощение, а я не буду, потому что я не хочу никакой прощения. Если есть такие люди, ну, наверное, есть, ну, редко такие бываются, но есть такие. И так я не думаю, что надо слишком переживать об этом. Потому что если ты хочешь на самом деле быть в Царстве Божьем, если ты на самом деле любишь Иисуса, если на самом деле ты хочешь приобрести для себя прощение, Бог вполне готов это дать. В любом случае, в любом случае. Это не так, что если какая-то линия из-за этого предела, нельзя. Я так не думаю. Пятнадцатый. Начинал говорить о материализм. Берегитесь любостяжение. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Конечно, по-человечески жизнь человека на самом деле зависит от изобилия его имения. Мы это видим на каждом фронте, что да, это что значит жизнь? Что у тебя есть, если у тебя квартира есть, если машина есть, если денег есть? Вот в этом, в принципе, состоится и жизнь человека. И так, я думаю, что когда он сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения, я думаю, что он имел в виду нашу вечную жизнь, наше спасение. Нашу вечную жизнь не будет никак не связана на то, что у нас есть в материальном плане в этом жизни. Это совсем не зависит от без никакого отношения. И если тогда мы сосредоточимся на нашей вечной жизни, что я буду вечно жить в Царстве Божьем, если это является самый главный момент для нас, тогда всякие эти вопросы насчет той жизни и как я могу побольше приобрести для себя в этом жизни. Это ни при чем. Это ни при чем. Если наш фокус единственный есть на той вечной жизни человека, на будущее. Вот тогда он дал притч. Тот человек, который стал богатым. И тот человек, здесь в этом притч, тот рассказ, Иисус объяснил нам, как тот человек рассуждал сам собою, то есть внутри себе, как он говорил сам в себе. Например, от Тевятнадцати. И я скажу, человек сказал, Душе моей, Душе, Дорога добра, лежит у Тебе. То есть это все рассказы о том, что тот человек так говорил внутри себе. И в принципе мы все говорим внутри себе. Это не только сумасшедшие людей, которые как-то умеют разговаривать сам в себе. Мы все это делаем. Мы все это делаем. Я помню в молодости я думал, Ой, да, я говорил внутри себе. Но сам на себе. Наверное, я как-то к кричу пошел, поехал. Я ненормал. А потом я понял, что да нет, у каждого человека так и делается. И Иисус здесь трогал прямо на внутренней психологии человека. И, кстати, я понимаю, дьявол или сатану, это слово, которое означает противник, в принципе, враг. Наш противник, самый главный противник или враг, это сам в себе. Как мы мыслим внутри. И даже сутр христианства, я предлагаю, сутр христианства, это о том, как человек думает и умеет разговаривать, рассуждается внутри самого себе. Это самое главное. И когда в Новом Завете обещается Святой Дух, я понимаю, что тот Дух, это в первом очереди, как мы думаем, как мы мыслим. И Бог готов дать нам новое психология, новый Дух, новое мышление, чтобы в нашем внутреннем разговоре, в внутреннем наших рассуждениях мы будем по-другому, по-духовному, мыслить и говорить. Тот человек был хронический эгоист, видите, в 18-е. Вот что сделаю, сломаю, я буду это делать, житницы моей, и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро моей, и скажу душу моей, душа. То есть человек хронический эгоист, думал только-только о себе. И мы это видим, конечно, вполне в этом мире. И один день, конечно, умер. И мы все это понимаем. Ну, кому же достанется то, что ты заготовил. И это, конечно, открытый вопрос. И Павел сказал, и Соломон веклезиасте сказал, что, ладно, а после смерти вы не сможете ничего, ни грамот с собой брать. Ничего. То есть получается, что если у нас есть надежда на вечную жизнь, это не сто важно, столько у нас есть как-то собран для себя в этом жизни. А если человек не имеет такой перспективы, если у человека нету перспективы вечного жизни, тогда той жизнью является все очень важным. И ладно, если ты даже так успешный до конца, успех, успех, собираешься только, ну ладно, а что после? Что после? Это почему этих миллионеров старости лет, все, ну, если они не верующих, попадут в депрессии. Потому что, ладно, и что? Борался, борался, бегал, 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 и что? Ладно, все. Закончилось. И что дальше? Это трагично. И большинстве людей, конечно, не такие богатые, но они все стремятся к этому. А ладно, если, если даже, вот тебе был бы такой успех, а что после? И все зависит на масштаб наших зрениях. Если мы только видим вот той жизни, тот 70-80, не дай бог 90 лет, не дай бог 100 лет, которые у нас есть на этой жизни. Если это все, если все, конечный пункт, все, то это трагедия. Потому что, даже если ты сможешь все приобрести для себе, как Соломон сделал, и что дальше? Тут вопросы, что дальше? Повторается, повторается, ну, правда, подсознательно, но повторается постоянно. А что дальше? Почему у нас есть всякие рассказы? Соломон, экклезиаст. Человек, который стал супербогатый, самый богатый человек, столько жен, даже до тысячи, столько все, ну, богатства, золота, строительство занимался, все занималось. И до конца, до конца занималось. В каждом области человеческие удовольствия и жизни. И что дальше? Вот был его вопрос. Ладно, все, я все успевал. И что дальше? Это тот вопрос, и что дальше? Который мы сможем, если мы во Христе, если мы крещеные во Христе, тогда мы сможем тот вопрос смело решить. Решить, зная, что ладно, я умер со Христом в крещении, воскрес с Ним, знаю тогда, что точно, когда Иисус придет, я буду воскреснуться и жить опять, и жить вечно. Не так, как мы живем сейчас, а вечно жить на Царстве Божьем. У нас тогда есть уникальная перспектива. Это для нас не стыдно, не стыдно, не успевать как-то в жизни. Сравнивая такой богатый человек, который успевал на все, 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 мы даже сможем смеяться потихонечку на этом человеке. Иногда получается неплохо посетить пансионат, но не такие, ну, обыкновенные государственные пансионаты, но приватные пансионаты, так и есть в Юрмане, где есть такие супербогатые люди. Это ужас. Такое умение, такое депрессия у них, это абсолютно обзор, абсолютно обзор. И на завещание, я даже вспыхал в Америке, что какой-то мультимиллионер как-то на завещание писал пару миллионов на какой-то кошка. и человек вполне адекватный, 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 ну, просто, ну, наверное, неадекватный, это стерк, ну, ладно. Вот, ну, то есть колоссальная пустота. После того, что все успевал делать в жизни, в самом конце колоссальная пустота. Зачем это? Когда мы видим людей особо в молодости, все спешить, 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 чтобы, как успевать, чтобы, вот, да, тот квартиру, тот дом, тот дачу, тот машину. А что ты будешь? Ладно, даже если успеваешь, и что, в конце концов? Все? Пара миллионов на кошку. 20 миллионов. 20 миллионов. 20 миллионов. Нет, пожалуйста. 20 миллионов. Был в Англии? Я вступал в Америке. Да ладно, какие разницы? Может быть, тоже в нашем юрмале. Таких есть и тоже в юрмале. Не Гавриэл Натталли. Ладно. Итак, 24-й. Посмотрите на воронов. Они не сают, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. То есть, посмотрите. Конечно, все видели воронов, но Иисус сказал, посмотрите. То есть, не просто думайте, что ну ладно, ворон есть, ну, петли слетают, ну да, я знаю. Нет, Иисус имел в виду. Посмотри, подумай. Подумай. Бог питает их. Наверное, у нас может быть впечатление о том, что все в этом космосе, на этом свете как-то происходит как-то на автомате, как-то автоматически. Что есть в одной цикле, где все как-то циркулируется. это так, как Бог взял мира, как часы и как-то крутил, 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 и все, остановился и как-то ушел смотреть куда-то по-другому. Нет, это не так. Согласно Библию, Бог сознательно, активно как-то отдает свою энергию, чтобы тот мир как-то продолжался. Даже маленький птиц, он не забивает, Иисус сказал, и сейчас он сказал, что Бог даже сознательно питает даже ворону. Тот же 28 стих, он говорил, «Трава на поле, Бог так одевает, то трава так красивее». Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то «Кальми паче вас на лавьере». Бог тогда так одевает, одевает вот трава на поле, опять сознательно. Это не так, что он просто все сделал столько лет тому назад и как-то отошел от нашей планеты. Получается, что каждый рост, который есть, животное даже в траве, в смысле растение, Бог сознательно специально отдает свою энергию, свою заботу для этого. У нас наверное препятствие это принять, до конца, потому что это кажется невозможным. Невозможным, что в каждом клетке и животное, и человека, и даже в траве, даже на стене в одной цикле и так далее Бог как-то специально делает это. Но это так. Это Бог. Значит, что Он сознательно все это сделал. Он не так какой-то очень умный программист, который все программировал, все действуется перфектно и Он как-то отошел. Нет. Значит, что Он специально отдает свою силу, энергию на каждом детал, на каждую мелочь этого творения. Итак, если мы чувствуем, что Бог как-то далека от нас, Иисус имел в виду откройте в глазах, посмотрите на народов, посмотрите на траву на поле, посмотрите на ливии 27-ой. Поскольку мы откроем наши глаза, мы видим, мы чувствуем тут масса энергии, масса заботы, которая уходит от Бога и тем более для нас. Поэтому Иисус это все сказал в контексте того, что не надо быть слишком материалистически, не надо смотреть по-человечески, потому что есть масса энергии и сил и богатства вокруг нас, которые не зависят на золото и так далее. 35-е. «Да будут чресла ваши пропоясни и светильники горящие». Иисус еврей, и он первой очереди говорил к евреям. И тот стих это прямо из Пасхо. Помните, Израил были в Эгипте, страдали там в Эгипте, жили там в рабстве, и Бог дал им путь выхода. Бог дал им путь выхода. Через того, что они шли сквозь море, море открылось, червоне море открылось, и они, как Павел сказал, крестились в облаке и в море, как прообразом наше крещение. Но до этого, до этого была Пасха, когда они взяли Агнеза и предлагали, приносили Агнеза перед Богом. И взяли кровь этого Агнеза и выложили около дверей на стады, и как-то публично интенсифицировался с Агнеза, который был прообразом Иезуса. А они тогда ждали чресла, их препоясни и светильники горели на руках. И сразу, когда вот тот ангел пришел, они ушли из Египта. И Иезус имел в виду, что вам придется жить вашей жизнью каждый день с этим же интенсивностью оттуда, который был у них, пока они ждали уходить из Египта. Это, конечно, сложно, постоянно быть готовы для второго пришествия Иезуса. Но он так имел в виду, что мы так как Израил в Египте. Мы уже надеяли с этом миром, с Эгиптом. Они только хотели уходить оттуда, зная, что если мы будем здесь оставаться, мы здесь умрем. Они ненавидели тот мир, то рабство. И они просто там подождали, подождали до того, что ангел пришел и сказал все, время есть уходите. И Иисус имел в виду, что доводит через слова ваши препоясные. То есть мы в принципе в этом ситуации мы тоже сидим здесь в Египте ждем время, когда Иисус придет. Но Он имел в виду, что нам должен быть готовы уходить в любой момент. 36 стих И вы будьте подобны людям ожидающим возвращения господина своего с брака. Кабе когда придет и постучит тот час, то есть сразу отворить ему. Получается, что нам должен быть готовить сразу. Если Иисус пришел бы прямо сейчас, мы наверное думаем, да нет, я сразу, но еще бы с Ним. Но не обязательно. Помните, жена Лота. Когда ангел пришел, сказал ей и Лот уже время уходите от Содома, она ушла, но посмотрела обратно, думая о своей кухне, о своем доме, и так далее, как-то жалко все оставаться. И вот Бог ей убил сразу. Она стала столбом, солны, столб. Итог, как мы будем реагироваться на этот момент, когда Иисус пришел? Это в принципе будет решить наши вечные судьбы. Даже если мы умрем, Иисус придет, воскресенье будет для тех, пришел мне во Христе, и мы будем знать, что он пришел. А если мы как-то не идем сразу с с Ним, это очень значительно. Если тот час мы не хотим сразу уходить, не быть с Ним, или здесь написано открывать дверь к Нему, тогда это знак, что мы как-то не совсем с Господом. Так как в другом причине Иисус сказал, что опять мудрые девочки, опять неразумные. И когда Господин пришел, некоторых не хотели сразу. Некоторые хотели как-то покупать масло, как-то сами себе готовить немножко. Самое главное, что когда Иисус придет, мы хотим сразу с Ним. Верая, что не смотря на всякие недостатки духовном плане, это ни причем. Я веру в Его милость, в Его благодать это ни причем. сороковое. Будьте же и вы готовы, ибо вы который час не думайте, придет Сын человеческий. Поэтому всякие теории о том, что Иисус придет, конкретно сроки, время, числа и так далее, это ерунда. Это не только ерунда, это наразвец, на то, что Иисус здесь сказал. Он имел в виду потому, что вы не знаете и не можете знать, когда придет Сын человеческий. Тогда вам должен быть постоянно готовы. Если допустим, мы знали бы, что через год, ровно через год Иисус придет. Ну хорошо, значит сегодня, завтра, с той же месяца мы сможем что-то расслабиться. Будем как-то готовиться, когда мы знаем. Иисус имел в виду, что из-за того, что вы не знаете и не можете знать час моего пришествия, тогда вам придется быть каждый день готовы к этому. 47-48 У нас есть принцип. Лап же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его бить будет много, а который не знал и сделал достойное наказание быть будет меньше. И от всякого кому дано много, много и потребуется, и кому много верно, с того больше взыщут. получается тогда, что когда Иисус придет, как я сказал, будет судний день, и это не будет просто да, нет, да ладно, ты в Царстве Божьем, ладно, ты нет, будет какой-то разговор с нами, даже кажется довольно подробный, ты так сказал, почему ты там выслил, почему ты так сделал, вот, и здесь написано, кому много верно, с того больше взыщут, то есть он будет как-то обсуждать с нами вопросы, я дал вам, допустим, пять талантов, два таланта, а что ты с этим сделал, и нам придется отвечать, ну я так сделал, я так сделал, я пробовал, я пытался вот так, и так мы сможем сделать какой-то вывод из-за этого, что тех, которые честно не знают, Бог не будет столько от них спрашивать, допустим, у человека, который жил в Китае столько веков тому назад, ничего не знал об Иисусе, да ладно, он ничего не знал, а для нас, допустим, мы знаем, мы читали Слово Божие, мы здесь слышали Слово Божие, у нас есть тогда принцип о том, что знание как-то связан с соответственностью перед Богом, ответственность перед Богом на основании того, что мы знаем, и мы, наверное, думаем, ой, я очень мало знаю, а нет, у нас есть очень много знаний сравнительно, сравнивая с теми, которые, например, жили в Китае столько веков тому назад, в джунглях Южной Америки или в Африке, ничего не понимают, ничего не слышали об Иисусе, ни в Библии, ни в Боге, ничего, а у нас есть гораздо большее знание, и нам не надо думать, ой, я никто, я как-то ни в чем, не никто, я вообще ничего не знаю, да нет, у нас мы, наверное, только так думаем, потому что мы как-то боимся этого понятия ответственности перед Богом, у нас есть знание, и у нас есть тогда ответственность, в 50-м стихе, Иисус тогда сказал немножко странно, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока все согрешатся, он, видимо, говорил его смерть на кресте, он это чувствовал как тем постоянно в его жизни, что мне придется умереть на кресте, и я томлюсь, пока все согрешатся, то есть он очень хотел, чтобы как-то поскорее было бы, просто интересно, как он понял его смерть на кресте как крещение, как крещение, когда мы принимаем крещение, значит, что мы как-то присоединяемся с его смерть, Павел поэтому объяснил, что когда человек в воде, это как смерть с Иисусом и из воды это как воскресение с Иисусом Наверное, мы смотрим на кресте на Иисус на кресте и как-то чувствуем, что это очень далеко от меня это было давним-давно пару тысяч лет тому назад не здесь, а там в Израиле и кто я? Я как-то очень далеко от него а нет это не просто так, что крест Иисуса это какой-то икон какое-то изображение которое мы как-то уважаем он на самом деле один день в апреле 2000 лет тому назад скажем вот умер на холм пятница после обеда около Иерусалима и наше крещение это знак что да я знаю я это не только знаю но верю и я хочу с этим присоединяться и если так как Павел сказал если мы умрем с ним то и жить будем с ним то есть нам придется сознательно сознательно принять участие у него не просто дрейфовать в жизни иногда считая что ну да я верю что человек иногда ну вот просто не знаю нет мы не сможем так дрейфовать из жизни нам надо конкретно сознательно принять то решение что хотя я грешник хотя я слаб хотя я не все до конца не понимаю я хочу быть с ним и я не стомневаюсь я верю что он есть и он умер и воскрес и я хочу быть с ним другим образом в 58 стихе Иисус сказал что когда ты идешь со соперником своим к начальству то на дороге постарайся освободиться от него чтобы он не привел тебя к суде а суде не отдал тебе истязатель а истязатель не вверг тебе в темницу по-моему он имел в виду что мы все как-то по пути к суде а все по пути к суде и самое главное быстро очень быстро поскольку мы сможем решить всякие такие вопросы со соперником своим и мы не сможем им сказать что у меня никаких врагов нету у нас очень много врагов в жизни вот даже если мы с ними не встречаем у нас все были конфликты с людьми очень многие и я думаю что Иисус имел в виду что мы пока по пути к суде и самое главное по пути решить побыстрее всякие твои вопросы с людьми а что если допустим тот человек уже умер тот человек наверное я абсолютно не вижу никогда он опять по-моему имел в виду внутренний смысл и что ладно если такие соперники есть если такие врагов есть внутри себе если ты помнишь постоянно что она сделала хотя она уже умерла 20 лет тому назад если вот ты помнишь то что тот человек сделал хотя он уже живет в другом стране ладно тебе все равно придется решить тот вопрос внутри самого себе и жить вообще как людей которые по пути к суде что мы по пути ходим ближе и ближе к суд и самое главное я имею в виду решить поскольку вы сможете всякие вопросы с людьми и это скоро всего значит что мы будем просто на просто им простить и все чтобы закончить дело внутри себе это очень требовательно очень требовательно потому что наверное большинстве людей на этом свете живут каждый день размышляя о том что случилось в прошлом как он сделал как она меня обманула и так далее и так далее а мы все равно находимся по пути к суде и нам надо тогда решить эти вопросы и как решить эти без покаяния и без прощения нет такого альтернатив в принципе чем вообще простить альтернатив Святого Духа, тому не простится. То есть, кто скажет худое слово на Иисуса Христа, тому простится, а хулу на Святого Духа не простится. То есть, ставится на весы, да, на Иисуса Христа. Можно говорить плохо, на Святого Духа нельзя. Это так понимается. Но я предлагаю, что Святой Дух – это, в принципе, тот сил Божий, который ведет человеку к покаянию. И если человек не хочет покаяться, тогда он не получает никакого прощения, потому что он сам это не хотел. Это тогда получается великого… ой, я не буду говорить великого. Я говорю, скажу, просто грешник.